Одна копейка 1925 года. Копия. На реверсе прописан номинал монеты, крупная цифра 1. Под ней обозначено название денежной единицы. Надпись копейка. Ниже указан год чеканки монеты 1925. Под ним круглая точка. Которая бывает большего или меньшего размера. И указывает на ту или иную разновидность монеты. Слева и справа полукругом колосья пшеницы скрещены и внизу. Стебли колосьев имеют продолжение. И проходя вверх по бокам вдоль канта соединяются вместе над цифрой 1. Вдоль стеблей имеется 7 участков состоящих из двух точек. Или узелков на стебельном ободке колосьев. Бывает большего или меньшего размера. С различным месторасположением на стебельном ободке. Часто являются необходимым элементом при определении подлинности монеты. На аверсе в центре герб СССР образца 1923 года. С шестью витками ленты на колосьях пшеницы. По числу языков четырех союзных республик. РСФЦР, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская Советско-Федеративная Социалистическая Республика. Образовавший в декабре 1922 года СССР, Русском, Украинском, Белорусском, Армянском, Грузинском и Тюркско-Татарском. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца и планеты, размеченной параллельными и меридианами, скрещенные серп и молот. Над ними пятиконечная звезда. Вокруг герба расположен лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» восклицательный знак. Под гербом прописана аббревиатура государства. Надпись СССР с точками после каждой буквы. Гурт оригинальной монеты рубчатый. На этой копии он гладкий. Отчеканина монета оригинальная из меди. Вес оригинальной монеты 3,27 грамма. Диаметр оригинальной монеты 21,3 миллиметра. Толщина оригинальной монеты 1,2 миллиметра. Чеканили оригинальную монету на Ленинградском монетном дворе. Общим тиражом предположительно 55 миллионов 985 тысяч 19 штук. Средняя цена оригинальной монеты 6 тысяч рублей. Самая редкая разновидность, которая отличается тем, что на гербе острие серпа находится ниже полюса планеты, стоит до 300 тысяч рублей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok